Всем привет дорогие друзья! С вами я, полковник Селивидзе, и сегодня у нас будет тачка 114 SP2. Это та тачка, которая только-только вот вышла всем, ну она в игру не только вышла, но на аккаунт ее начислил только-только вот буквально со дня на день. Вот, а прежде чем мы с вами начнем общаться по поводу этого танка, я бы хотел попросить вас, чтобы вы прожали кнопочку лайка, для того, чтобы поддержать видос, для того, чтобы он рекомендовался другим пользователям. Буду благодарен вам за это. Вот, так дорогие друзья, что я вам скажу, это, кстати, бой на первого мастера на этом танке, вот, да, я смог его спустя два с половиной часа игры на нем, я только сделал мастера, да, это такой хороший бой получился. По ситуации очень хорошо сыгран, вот, давайте быстренько пройдемся по тачке, что у меня стоит по модулям, у меня стоит досылатель, у меня стоит вентилятор, и у меня стоит, да, ну вы поняли, что, ну ладно, не суть в этом, у меня еще стоит турбач, вот, чтобы быстрее кататься. Просто, честно, блин, он все равно настолько медленный, блин, что трындец просто, ну а что поделают, значит, такова судьба. Вот, что мне не нравится в этом танке, какие плюсы, какие минусы, мы тоже сейчас все это дело разберем. Самый основной минус, это то, что он большущий, как, я не знаю, какой-то караван, собака лает, караван идет, он реально, он очень большой, у него нет брони, это, грубо говоря, это гриль, только в больших размерах, потому что грилечек, он хотя бы узенький, да, у него брони 0, у этого тоже брони 0, пробивается абсолютно везде, вот, как бы ты ни выходил, это вы должны это понимать, у Вейны хотя бы мини маленькие, но не есть, вот, то есть какой-то маленький рельеф можно использовать для того, чтобы разваливать кабины, вот, но это больше крыса-танк, у него 650 альфа при 10,5 секунд кд, вы должны понимать, что это очень-очень круто, вот, 570 даю ему сразу ноготочек, 330 пробития иногда очень-очень не хватает с какими-нибудь сотками, маусами и так далее и тому подобное, потому что вылетает минус 15, минус 20, да, и все, ты ничего не можешь сделать, не пробивал даже этих маусов, щеки там чуть-чуть довернуты и так далее, то есть для ПТшки из этого уровня это, конечно, очень-очень мало, но это как бы псевдо-ПТшка получается, альфата у него не как у ПТшки нормальный, правильно, 150, но зато очень-очень лютый ДПМ, там по 3600, если я не ошибаюсь, 3650 где-то вот в таком роде, хотя, обратите внимание, как нас имеют, как же нас имеют, выхожу на 700 ему, щел, блин, он начинает моего друга на СП-2 разваливать, еще какой-то момент хотел бы сказать, что вот я играл первый день, ну, очень неудобно реализовать этот танк, у меня вышло средухи за 4100, это за 45 боев у меня получилось, но, блин, парни, вы не представляете, насколько большая разница, когда я тестил эту тачку, как только она появилась, как только мне ее начислили на пресс, и я на ней плейл, какая же была кайфовая ситуация плейть в рендоме, это было супер невероятно классно, а сейчас ты играешь по 5, по 4, СП-2, СП-114, это просто невозможно плейть, все стоят в кустах, туда не поедь, сюда не поедь, это просто супер неудобно, супер не кайфово, удовольствия никакого нет, я надеюсь, они немножко рассосутся, эти типы, и будет как-то попроще играть, потому что, блин, ну, реально, невозможно плейть, просто тупо невозможно, дальше, плюсы какие, я уже, в принципе, сказал, что ДПМ лютый, вот, АЛХ-150, ну, то есть, очень кайфовая пушка, есть у военной минимальная, скорость назад, кстати, вообще кайфовая, то есть, ты приехал на какой-то угол, то есть, например, это две разные вещи с бабахой той же, то есть, ты приезжаешь на угол какой-то, ты делаешь выстрел, и он сразу двадцатку назад, то есть, он вперед двадцатку набирает дольше, чем набирает назад, понимаете, ты приехал к углу, стрельнул, и сразу резко двадцатку назад, бум, и отъехал, вообще кайф, то есть, для быстревой позиции максимально быстро можно уехать задом, и это очень классно, вот, по поводу боя, что хочу сказать, ну, на фердики попал, вот, сделал вот тут мастеросика, кстати, очень сложно мастера взять, ну, вообще не дают его что-то, блин, вообще офигели, блин, жидят, жидят, а по поводу отметок, кто будет брать, в первый день, семь плюс, это было, ну, сто процентов отметки, и шесть, шесть сколько, шесть четыреста, или шесть, а, шесть восемьсот, по-моему, или шесть четыреста, короче, было около, короче, около этого на три отметки, ну, оно, я думаю, упадет, потому что в первый день, там, ребята поиграли, сделали под семерик, блин, вообще все в шоке, и так далее, немножко смотрел статистику игроков на этом танке в рандоме, там, ну, в основном, по полторы, две, две с половиной, у некоторых даже три плюс есть, пятьдесят процентов, пацаны, то есть, они что-то на нем, да, вытворяют все-таки в рандоме, и это, на самом деле, очень жестко, там есть челик, я видел, у него было четыре боя, ноль процент побед, пятьдесят общая стата, но при этом у него три, по-моему, с половой за четыре боя, три с половой для чела пятьдесят процентов, это супер дофига, вот, по факту, по бою, кстати, смотрите, арту просветил, тут уже четыре кан слил, на самом деле, я вообще не ожидал, что я здесь мастер возьму, это просто, блин, капец, как вот в таком бою можно взять, вообще, мастер, казалось бы, да, легенький, бой, поехал, развалил кабины и так далее, по поводу фугасов, кстати, иногда использую, но в основном на бабахе использую, вот, 90 миллиметров, пытался еще 114-му СП-2 как-то закинуть, только на него начинаю выцеливать задницу, он начинает бортом поворачиваться, я уже борт никуда не могу пробить, поэтому я вот даже здесь не пытался фугас заряжать, а так, в целом, гайз, лучше, конечно, какие-нибудь, все-таки грилечки, бабахи, да, то есть что-то верочное, потому что, ну, проще альфу дать, вот, тут я еще раз получаю, а я подумал, что я смогу, хотя, обратите внимание альфу, пацана, 680, 720, не то, что у меня 650, ну, тут, кстати, чел перевернутый, я фугасик-то все-таки позарядил ему, и на 750, ну, тут фугасом ты даешь, как обычная ПТ-х отдает со своей альфы, потому что здесь как раз-таки 840, но вылетает мало, тут Е3 успевает ему влить, я такой, блин, я так хотел, надо было заблочить его, влево встать, и, короче, нормальный шот дать на 800, было бы вообще кайфово, но я такой, блин, я же не совсем уже чимо, я, конечно, чимо, но не совсем, реально, вот, и на этом, в принципе, бой заканчивается, я тут немножко еще арту покоцаю, ну, вроде как минимум шотную заберу, а дальше я вот вторую, а, короче, сейчас заберу арту, а вторая утопится, и я, как бы, жалобу тоже вас призываю, разваливайтесь с жалобой, я не знаю, они, конечно, наверное, помогают, но они надоели топиться в конце боя, они стоят в крысу весь бой, 15 по 10 минут, блин, а потом просто топятся, рысюки гребаные, вот, поэтому надо их наказывать за это, реально, вот, господа, на этом у меня все, мне танк по итогу, если смотреть, мне нравится, то есть намного лучше, чем 2685, 2685 это просто гребаная помойка, которую я его продал, если бы она не стоила, 2000 рублей, вот, очень классный, кайфанул, буду делать 3 отметки 100%, возможно, в будущем будем и сотку, но сотку у нас пока что плана только прокачиваемые все танки, вот, а потом уже будем приступать к непрокачиванию. Мне понравился, геймплей очень сложный, иногда прям супер-супер сложно реализовать, за первые 20 боев средуха была 4400 плюс, 4450, потом я начал уже плейть под мазон, ну, мы на Троу, вы знаете, мы на Троу, там уже мазончик подрубаем, там уже на релаксе без ютуба, эксклюзивный контент, подписывайтесь, не забывайте, ссылочка в описании, и там уже начинает релакс, там уже начинает меньше, ну, короче, там уже потихонечко-потихонечко начинает просаживаться, но в целом все равно, мне понравился, нагибайте, все у вас будет классно, потейте, смотрите, чтобы вас тоже не особо шпехали, бойтесь 114-х, потому что они разваливают вас, реально, вот. На этом у меня все, спасибо огромное, что смотрели, не забывайте кнопочку лайка, не забывайте подписываться на канал, увидимся на стримах, пока-пока.